Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Ноябрь начался, и торговая лавка радует нас новыми товарами. Куча трансмогов, мы можем потратить свои торговые жетоны. А если у вас мало торговых жетонов, то в этом месяце можно и будет получить дополнительное количество. В тот момент, когда мы будем делать долгую, сложную, ежемесячную полоску, мы за первую тысячу очков получим награду гербы-плащики, а за вторую тысячу очков мы получим дополнительные торговые жетоны. В тот момент, когда мы открываем полосочку, мы это всё видим абсолютно. Первая тысяча даёт трансмог, вторая тысяча даёт немного жетонов. Рассмотрим модельки этих гербов. Находятся они в плащах. Если вам нравятся такие всякие мечики, щиточки, то это точно для вас. Бесплатно, получив тысячу поинтов, вылутываем превосходные плащики. Хотите дополнительные торговые жетоны? Немножко придётся поднапрячься. Нужно будет поделать всякие поручения. Какие были сделаны поручения мной? Сейчас рассмотрим. Также я прекрасно понимаю, что все люди играют по-разному, но если вы, как и я, хотите просто-напросто быстренько сделать торговую лавку, завершить её за два часа, то чекаем абсолютно всё, чекаем абсолютно все поручения. Можно играть по чуть-чуть, помаленьку, захватывая разные аспекты игры и пассивно сделать, но выбор за вами. 1 ноября, 2-го, 3-го проходит событие под названием День мёртвых. Мы можем сделать два поручения. Победите борца и выполните задание Благодарный Покойник. Для того, чтобы победить борца, мы покупаем костюмчик у моба, юзаем его абсолютно любой. Другой игрок тоже его юзает. Появляется экстра батон, жанкаем и убиваем друг друга. Мы вылутываем, и он вылутывает для себя поинты. По очереди друг друга келяем. Далее задание. Будучи хуманом, я нахожусь в Старом Граде. Не просто так. Для каждой расы своё кладбище, свой городок. Мы покупаем бархатцы, мы их используем, появляется куча мобов, и одному из этих мобов мы отдаём поминальный хлеб, который мы крафтим, находясь рядом с этим вот призрачным очагом. Тыквовин. Он до сих пор идёт до 8 ноября. Вылутываем кучу кульков в разных локациях, в вармоде, не в вармоде, как угодно абсолютно. Юзаем маску, юзаем чашу с яблоками, убиваем всадника под всеми проклятиями, несколько раз его убиваем. Что ещё делаем? И всё. Этого достаточно. 15 заданий в Восточных Королевствах и Калимдоре. В тот момент, когда мы юзаем кульки конфет, это считается заданием. Поэтому юзаем. Если сделали на мейне, то можно потыкать на двенках. Если вы активно играете в ТОВ, фармите репу, делаете виклики, то, думаю, вы и так уже всё поняли. А если нет, то летим в гулки глубины, в деревушку. Там будет моб, у которого мы возьмём виклик. И в результате этого виклика мы должны вылутывать различную земельку, которая разбросана по Казалгару. И в момент пролутки этой земельки мы вылутываем воск. В виклике нужно собрать 10 всего лишь этого воска. А для максимального поручения в торговой лавке 25. Мы можем как на мейне всё продолжать собирать после даже сданного виклика, а можем делать это на двенках. Также тут на мейне мы собираем этот воск, эту земельку. Мы вылутываем ещё знания для профессии. Совмещаем 3 в 1. Театральная труппа находится на острове Дорн. Мы берём виклик, мы набиваем маленько поинтов и ждём завершения этого события. Таким образом завершаем поручение. Можно сделать как на мейне, так и вообще на всех двенках. Там ещё и рецепты падают прикольные, дорогие. Локалочки, тыкаем, делаем. Проверьте слухи. Берём пакт, это еженедельное задание. Выбираем моба, который нам нужен. Генерал, предильщица, визирь. И летим в городок. Там, где дожи находятся, там, где рейд находится. И делаем слухи, которые там раскиданы. Это небольшие поручения. Сделав их 5 штук, мы получим дополнительное количество поинтов. Убийство ворлдбосса. Рядом с городом он на текущий момент находится, поэтому убить его легко. 50 заданий. Локалки, обычные квесты, кульки, конфет. Всё считается абсолютно. Ещё локалочки, ещё квесты, ещё квесты. 15 битв питомцев. Мы тэпаемся в наш главный городок. Находим каких-нибудь белок, крысок, паучков. Любые мобы пойдут вообще первого уровня. Берём своего питомца 25 уровня. И быстренько завершаем 15-5 баттлов. Выполните заказы. 10 заказов. Мобы периодически заказы подкидывают. В чатике по-любому вы кому-то что-то крафтите. Либо, как вариант, можно с мейна на твинка накидать какие-нибудь заказики на сплавы, на какие-то болты, на какую-нибудь ткань, на какие-нибудь слитки. В общем, что-то придумайте. И вот таким вот образом набрались 2000 поинтов. Заняло это 2 часа. Но опять же, выбор за вами. Сделать всё сразу или растянуть на подольше. Я сразу всё сделал абсолютно, чтобы получить торговые жетоны сразу же. Куда я их буду тратить? Никуда. Маунтов там, как я понял, нет на текущий момент времени. Питомцев тоже нет. Поэтому халдим. Просто халдим все эти жетончики. И ждём нормальных маунтов, нормальных питомцев. На этом всё. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.